Привет, мафия! Сегодня я расскажу еще про один способ умножения, который называется итальянский. Возможно, он вам больше понравится, чем классический способ умножения столбиком. Этот метод часто применялся в средние века, использовался в Италии, особенно на Сицилии, а также в странах Востока. Поехали! Итак, мафия. Суть метода состоит в том, что мы составляем таблицу, дальше диагональным методом складываем числа в таблицу и получаем искомое число. Сложно объяснить на словах, давайте я лучше продемонстрирую. Допустим, умножим трехзначное число 725 на 648, например. Давайте сразу посчитаем на калькуляторе, чтобы знать, какой у нас должен быть искомый результат. Мы должны получить 469 800. Запишем. Минус этого метода заключается в том, что мы тратим какое-то время на то, чтобы нарисовать таблицу. Сам метод заключается в том, что мы рисуем количество ячеек, соразмерно количеству цифр, составляющих число. И у нас получается целое поле. Допустим, у нас число 725 состоит из трех цифр. Число 648 также состоит из трех цифр. А значит, у нас будут по горизонтали три ячейки и по вертикали. А в сумме мы получим поле 3 на 3. Давайте посмотрим. Изобразим. Мы потратили какое-то время для того, чтобы изобразить поле. Здесь у нас 725. Здесь 648. Мы получили поле. Теперь наша задача такая. Мы простым умножением перемножаем все числа друг на друга. Единственный момент, что в результате перемножения, значение, которое мы получаем в ячейке, мы разделяем. Мы десятки записываем в левом верхнем углу ячейки, единицы в правом нижнем. Для этого давайте разделим ячейки образно пополам. Чтобы проще было представить. Выглядит это примерно вот так. Дальше умножаем. 6 на 7 дает 42. Десятки записываем в левую часть ячейки, единицы в правую. 2 на 6 – 12. 5 на 6 – 30. Дальше пропустим, чтобы не терять время. Я сразу заполню таблицу. Друзья, таблица готова. Дальнейшее наше действие заключается в следующем. Мы складываем между собой все числа, которые отделены диагональными прямыми. Если у нас получается число больше простого, от 10 и выше, соответственно, мы десятки прибавляем к предыдущему числу, который мы получали в предыдущей итерации сложения. Здесь в первом случае все просто. Выписываем 4. Дальше 2 плюс 2 плюс 1 дают 5. Дальше 5 плюс 8 плюс 2 плюс 3 дают 18. Мы единичку записываем сюда. Это у нас шестерка. Здесь единичка уходит, остается 8. Дальше 6, 1, 8, 2, 0. Складываем между собой. Получается 17. 7 записываем. Единичка уходит сюда. Здесь получается 9. Здесь единички не остается. 6 плюс 4, 10. Записываем 0. Единица уходит сюда. Это получается 8. И здесь нулевое значение. Дальше, чтобы узнать, какой получился результат, мы просто составляем число из тех цифр, которые у нас получились в результате сложений. Сначала сверху вниз, потом слева направо. Выписываем. 4. Далее у нас 6. Далее 9. Далее 8. И 2 0. Проверяем с тем, что у нас получилось в результате умножения. И как мы видим, полное совпадение. Вот такой интересный метод я сегодня вам продемонстрировал. Если вам пригодится, ставьте пальчики вверх, рассказывайте об этом ролике друзьям, а также подписывайтесь на наш семейный канал. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.